всем здравствуйте сегодня речь пойдет об этом мопеде я расскажу как и из чего я его делал до этого мопеда я уже делал мопед с бензопилы дружба но делал на колесах от тачки я делал вот этот мопед вот на таких колесах эти колеса для тачек предназначены и они нагрузка совсем не держит если на них ездить то они быстро выходят из строя они какие-то не резиновые пластмассовые там очень плохая резина они или стираются быстро или лопаются вот мопед я давал пацанам ездить и я три раза или четыре раза уже покупал покрышку назад так что я решил его переделать и сделать на других колесах вот такие вот колеса это от мини риги или мини мокик они как-то так назывались эти мопеды советские но они мне достались как-то это они на дельтаплане стояли но потом я их поставил на картинг самодельный тоже там они поездили маленько и вот картинг и оттуда двигатель снял как бы он уже не нужен решил сделать на этих колесах мопед вот когда этот сделал он ездил только чисто по асфальту по кочкам на нем было очень плохо так как колесики маленькие из-за этого я решил что сделать везде амортизацию во первых я сразу сделал переднюю вилку переднюю вилку я взял от велосипеда но она узкая и вот это колесо туда не влазит и мне пришлось ее расширить распилил пополам и уже другой другому вот этому штоку приварил пошире а здесь добавил просто и вот так у меня получилось вот здесь я приварил гайки чтоб ось вставлялась не как у велосипеда снизу вот тут все равно мотор как бы скорость уже другая побыстрее чтоб ось вставлялась как мотоцикле или мопеде вот она как бы отсюда вставляются туда вот эти гайки здесь приварены вот так вот у меня получилось передняя вилка здесь велосипедные подшипники как бы вот этот шток он толстый мощный от большого велосипеда был потом занялся уже задней подвеской вот это вот я взял от вилки передней мотороллера у меня валялась она уже порезана какая-то вилка но там очень хорошая втулка я вот но ни разу не видел чтоб на мотороллере вилку разбивала чтоб она там шаталась там хорошие втулки не знаю даже что за металл там они долго ходят вот эту втулку я здесь взял отсюда ну это обычная 15 водопроводная труба приварил к ней пластины с прорезями и вот колесо установил еще у меня была сложность я вот этот барабан не смог найти от мопеда чтоб колодки туда установить когда на картинг делал я там уже делал вот эту пластину как с осями чтоб там колодки стояли и мне вот пришлось вот это вот доделать чтоб тут втулка была ну и чтоб ось вставлялась и приварил еще болт который но не дает провернуться этому тут пластина как бы вот так вот ну самодельный барабан у меня получился ну и тут также ось вставляется вот я купил чисто только оси по моему остальное у меня все было и так как колесо вот это в два раза больше чем вот это вот вот здесь 41 зуб на звездочки здесь тоже 41 зуб и чтоб он тянул надо было сюда звездочку если это 41 где-то полтора раза больше ну 60 65 зубьев надо было я примерно посчитал вот такой звезды не найти это только самому делать в магазине спрашивал ну таких по не бывает по крайней мере продавец не знал и из-за этого мне пришлось сделать промежуточный вал ну это просто нашел трубку в которой плотно вошли 201 подшипник трубка это была со стойки там внутри амортизатор вот этот амортизатор там внутри какая-то еще проставка как раз до нее один подшипник уперся а с и так обрезал что с другой стороны второй подшипник уперся вот такой длины этот получился вот этот 24 зуба звезда это я взял у меня мотоблок разобранный редуктор мотоблока валяется от него и вот там был была такая звездочка на 24 зуба а вот это вот на 15 зубов но это от мопеда какого-то карпаты что ли вот я их внутри проточил и сюда приварил два два двести первых подшипника и болт это от жигулей на 12 он как раз по размеру подшипника внутреннего и вот что это 15 и 24 один и шесть раза увеличивает как раз вот почти полтора раза чуть побольше колесо тоже чуть побольше чем полтора раза больше как раз получилось ну тормоз уже тоже тут я полностью все приварил две трубки это согнул просто тягу и на ту сторону вот вывел здесь вот тоже рычаг и тяга вот все нажимается это хорошо тормозит постарался тут чтоб не было болтов ничего чтоб ничего не выкрутилось ну чтоб тормоз не пропал в дороге тут закон трагаю две гайки вот так сделал тормоз так как у меня амортизатор был всего один это от мопеда ну от скутеров там он один и стоит ну пришлось сделать моно амортизатор ну это как бы и лучше так как тут ну трубки 15 слабовато это все а это все как бы усиливается и вот так все получилось все хорошо работает все хорошо амортизирует двигатель я закрепил это вот две пластины здесь и здесь тут ножки я их просто просверлил и прикрутил а здесь вот одним болтом сзади крепится как бы показать вот трубка в нее гайку я вварил и болт не вкручивается здесь еще пластина которая упирается и не дает редуктору поворачиваться и вот так все тут закреплена вот этот редуктор он перевернут он у дружбы может вот в этом разворачиваться и вот так вставать и так без разницы ему вот я кверх ногами его перевернул чтобы было нужное вращение вот этот бак это бак от мопеда альфа какой был он правда большого для этого мопеда но что было сидение самодельное это лист фанеры десятка их там два один вначале с поролоном вместе обшил и потом этот снизу прикрутил перед этим ставил сюда болты вот крепится на четырех болтах это сиденька вроде удобно все хорошо мягко сделал подножку обычно я делаю боковую подножку одинарную но у этого мопеда у пилы сцепление центробежная и чтобы его прогреть надо газовать как бы а колесо уже начинает ехать и не получается прогреть его а вот с такой подножкой завел погазовал прогрелась снял с подножки и поехал все удобно многие вот не делают такие подножки им трудно его заводить потому что не газануть ничего он сразу начинает ехать только схватит если и натяг пошел и сразу глохнет вот это глушитель это от мотоблока него по моему у меня он просто валялся хорошему бы сюда вот отвод надо сделать чтобы назад выходила у меня не нашлось такого отвода по камеси так пойдет вроде в ногу сильно не дует вниз дует что еще карбюратор это карбюратор от мопеда альфа который 110 кубиков с ним бензопила более-менее хорошо работает обычно с родным она ну капризно то заводится то не заводится а с этим более-менее работает хорошо стабильно и запускается хорошо что еще рассказать многие делают сразу прямую передачу на колесу и колесу еще в два раза больше звездочка меньше и на видео показывают типа они едут они едут только за счет того что сцепление центробежная проскальзывает но это ненадолго это можно там проехать километр она нагреется сожгется и все и бензопилу можно будет выкинуть надо вот эту редукцию соблюдать чтоб было соотношение нормально чтоб сцепление полностью включалась не проскальзывала вот только в момент трогания проскальзывает а дальше уже должно ехать и надо эту редукцию примерно делать так чтобы и скорость была хорошая и тяга хорошая а то можно сделать так что будет тяга очень хорошая но ехать будет там 20 километров в час а вот я примерно угадал он на километров 50 наверно едет и тяги ему хватает то что меня 100 килограмм он везет запросто так что еще не сказал но вместо газовой ручки здесь стоит рычаг просто газовой ручки не было это велосипедный рычаг тормоза но все удобно мне нравится вроде все рассказал раму все я сделал из 15 водопроводной трубы чтобы не сильно тяжелый был а ну вот это вот это 20 сюда поставил так как она тут одна и вот эта вот профильная труба стенка у нее полтора миллиметра так что она не тяжелая ну чтоб как бы покрепче это место было что тут уже не настраивать такие раскосины чтобы это было крепко из-за этого я туда поставил здесь вот закрепил не внизу а повыше так чтобы вот эта ось совпадала вот чуть выше была чтоб как бы хождение было чтоб цепь не натягивалась не ослабевалась понятно тут уже воздушного фильтра сейчас но нет у меня его пока есть так как этот развалился а новый надо покупать сейчас наверное я на нем прокачусь покажу как он едет работа вот переднего так работает хорошо разработали сход сзади вот тоже здесь вот все работает хорошо мягко сейчас покажу как заводится вначале ставишь на ножки и потом дергаешь если долго не заводился подсос открываешь прогреваешь а потом поехал я сейчас заглушил чтобы слышно было что говорю сейчас покажу как ехать а а а а а а а а в а а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На этом все. Всем спасибо за просмотр. До свидания.